Приветствую вас, мне видится ваша проблема в том, что, с одной стороны, вы очень плохо чувствуете себя, чувствуете свои эмоции, чувствуете то, что вам важно, чувствуете то, что вам ценно, вот. С одной стороны, с этим есть проблемы и беда, с другой стороны, мне видится так, что вот то, что вы делаете, те вещи, которые вы делаете, вы делаете это, чтобы что-то получить. То есть, чтобы что-то, ну, я не знаю, чтобы, может быть, что-то кому-то доказать, чтобы как-то вот, может быть, убедить себя в том, что вы какая-то определенная, ну, что вы определенный, ну, определенный, типа, лично. Вот, то есть, я опять же, да, я в этом не уверен, вот, но я могу сказать, что часто, очень часто бывает именно так, именно так. Очень часто бывает именно вот такой аспект, очень часто бывают именно такие моменты, вот. и соответственно, ээээ, тот ориентир, которые вы для себя выбрали, И вот именно тот ориентир, который вы для себя выбрали, нуждается в корректировке. Потому что, если вы пытаетесь за счет того, что вы делаете, в том числе и за счет молодого человека чего-то добиться и чего-то достичь, возможно даже что-то доказать, то ничего хорошего из этого не выйдет, потому что это всегда по факту будет зависимость. То есть вот всегда-всегда по факту вы будете зависимы. Ну, от, к примеру, людей, понимаете? И это неприятно, это болезненно, как правило. Именно поэтому так важно, чтобы вы разобрались в себе, в том, что вам нужно, в том, чего вы хотите, в том, что вам действительно нужно. И определили, скорректировали, определили свой путь уже исходя из того, чего хотите вы, а не исходя из неких внешних факторов, которые всегда будут оказывать на вас такое вот влияние, в том числе и негативное. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Значит, я надеюсь, вот, значит, соответственно, вот, примерно, ну, примерно такой ответ я бы мог вам дать. Именно опираясь на то, что, ну, на то, что вы написали. Это, да, работа с конкурентностью, что это работа с вашими чувствами. Это работа с вашими желаниями, вот. Это работа с тем, с тем, чтобы лучше отдавать отсчет себе, именно себе. в том, что вам важно, в том, что вам необходимо. Вот. Так что, да. Это определенная работа. Безусловно. И, конечно же. Вот. Что касается того, что вы одинокий человек, Наталья, то это следствие непринятия себя. То есть, ну, вот, не принимаете вы себя такой, какая вы есть, да? Не знаю, вы не можете, я думаю, сделать, я имею ввиду, принять себя. Не знаю, не хотите вы этого сделать, боитесь, может быть, вы это сделать, вот. Но, тем не менее, тем не менее, ситуация, она именно вот такая. То есть, ситуация именно так выглядит, именно так она обстоит на сегодняшний день. Вот. Соответственно, я так полагаю, что первично это все идет от вашей мамы. Ну, то бишь, от отношений, от отношений с вашей мамой. Вот. Соответственно, ну, возможно, что именно с них, то есть, соотношений между вами, между вами и вашей мамой. И нужно, может быть, начинать, ну, исследовать, да, этот момент. И, соответственно, когда вы будете лучше себя чувствовать, когда вы будете лучше отдавать себе отчет в том, чего вы хотите, в том, что вам важно, тогда я полагаю, что ситуация нормализуется, вот, ситуация будет гораздо понятнее, ситуация будет гораздо приятнее, чем она есть сейчас. Я понимаю, что вам мир вокруг вас кажется очень таким, очень враждебным, кажется вам мир. Вот. Я понимаю, почему он вам кажется именно таким, вот. Ну, это можно исправить, это можно скорректировать. Главное, чтобы у вас было желание для этого. Для этого, на это, ну, вот. И так далее. Значит, эм... Совет. Совет. Вот, знаете, я не думаю, что психолог может давать вам совет. По крайней мере, тот психолог, такой психолог, который, который уважает себя и своего клиента. Вот. Мне все-таки думается, что имеет смысл вам самой прийти к тем, ну, к тем решениям, к тем позициям, к тем открытиям, которые вас ждут. Так, чтобы это не было чем-то, чем-то извне, иначе ничем отличаться. Это от того, через что вы проходите обычно, не будет. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог, если у вас остались вопросы. Дополнительные пишите в личку, буду помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...